Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха информационного агентства. В Якутске стоят крещенские морозы, однако за окном, днем и ночью продолжается работа наших коммунальщиков. Мы находимся в первом боксе для КАМАЗов Якутдорстрой. Давайте разберемся, как убирают снег в наши экстремальные морозы. Вы знаете, что Якутдорстрой, большая организация, работает круглосуточно. Выход происходит в две смены. Диспетчерская работает тоже, девочки работают круглосуточно. Первая смена у нас начинается с 5 утра, это саночистка. Потом идет уже с 8 утра до 21 смена. Техники выходят в количестве 50-55 единиц на линию ежедневно. И вторая смена у нас с 20 до 8 утра. Там уже выходят 60-70 единиц техники, плюс рабочие бригады. В данный период мы занимаемся именно вывозом снега. Благоустройство улиц, эксплуатация автомобильных дорог общего значения. Сейчас, в данный момент, на сегодняшний день, уже на снежный полигон вывезено 173 тысячи кубов снега. А можете сказать про тенденцию, есть ли количество увеличения снега? Потому что в прошлом году, когда подбивали итоговые цифры, сказали, что рекорд убьет все. Но в этом году пока мы ожидаем, все еще ожидаем, мы посмотрим, какой будет февраль. И вы знаете, что у нас всегда снежный очень март. Поэтому, может быть, да, тенденция увеличения, как бы может быть. Сейчас очень сильные морозы стоят, да? Как люди переживают этот период? Вообще, круглосуточно работать, особенно ночью, зимой, это же экстремально. Ну, я хочу сказать, что мы отработали практически все праздники, начиная со 2-го числа. И выход у нас уже был до 9-го числа. И всего лишь было три дня, актированные ночи. Люди работают, но у нас есть обогрев, дополнительную технику, автобусы предоставляем. Поэтому периодически люди обогреваются. Конечно, в такие морозы, сами знаете, что работать очень трудно. Работаем круглосуточно, принимаем заявки круглосуточно, как от жителей. И своевременно выпускаем технику. Заявки принимаем в основном по уборке дорог. Так же, как и жалобы, так же и как и благодарности нам поступают. Своевременно отправляем бригаду, ребята работают, отрабатывают. А может быть, там в 3 часа звонок, уберите мне дорогу от снега? Конечно, может и такое быть. Исполняем, конечно. Доносим до начальства, отправляем бригаду и с работы идет. Хорошо, а сколько звонков в день поступает? Не знаю, но больше 20 звонков поступает, это точно. Сейчас стоят морозы. Скажите, пожалуйста, как должна вообще выглядеть техника? Какие у нее есть технические комплексы? Да, особенно, вот видите, да, в которой очень много гидравлики, им сложнее работать, но сильные морозы. Камазы еще нормально, лишь бы соляра хорошая была, как говорится, топливо. Проблем никаких, которые помыщно подметали машины, вот они, да, у них все на гидравлике. Ну так, смотрим, чтобы морозы сильные, тоже меньше выпускаем. А так все, чередом идет, все, уборка идет. Сколько у вас техники в вашем беде? Очень много. Каждый вот выход, допустим, да, от 40 единиц и выше. Туда входят и легковые, грузовые, поливомоечные, трактора, грейдеры, да. Это у нас же круглосуточно, за это днем и ночью вот такой оборот идет, это вот около 100 машин, так вот. Если хорошее масло, все нормально, морозостойкая, да, говорится. А есть ли какие-то наши именно якутские ноу-хау, чтобы там как-то... Ну, не знаю, ну, в основном все это, соляру подогрев делают, как бы, чтобы обогревалась, как бы, она не застаивалась. С соляра всякое бывает тоже, поставщиков тоже, как бы, вот так, так все нормально. Допустим, вот человек берет, получает путевку у диспетчеров, проходит медика на свидетельство, как бы, здоровье, потом подходит сюда, контрольным механикам, и у нас, как бы, на выходе всегда, ну, два человека. Один проверяет, добро дает, что машина исправна. Мы тут записываем и, как бы, выпуск разрешаем своей подписью, что машина, техническое состояние нормальное. Если, допустим, что-то, какие-то нюансы, допустим, у кого-то лампы, лампы обязательно, такую вот стужу, это должен постоянно быть. Все должны поворотки гореть, все фары должны гореть, проблесковые маячки обязательно при работе. Да, при работе и вообще, даже и летом, проблесковое внимание. Идем, проверяем машину на тормозные системы. Воздух убывает, травит, подтеки тоже, шлангов. Подпись наша, и они идут работать. Сколько допускается работы не людям, а техники на морозе, там, минус 50? Ну как, техника есть техника, работает. Пока не сломается. Ну, сломаться, конечно, нет. Бывают нюансы, конечно. Кто-то там, ну, бывают нюансы, действительно. Ну, в гараж, кто на месте, можно текущий косы устранить, на линии прямо. А так, у нас ремонт зон уже есть, сразу заезжает, устраняет все. Как бы, чтобы поток шел, все равно работать надо. Здравствуйте. 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 Геннадий Александрович, расскажите, пожалуйста, о своем опыте работы. Сколько вы лет работаете, вообще какие пульсы выполняете? Здесь, на данном предприятии, десятый год будет в этом году. По благоустройству города работаем, обслуживание дорог, вывоз, как говорится, мусора. И вот сейчас, на данный момент, работаем снегом. С чего начинается рабочий день водителя? Да, вот приемка автотехники, проверяем масло, охлаждающие жидкости проверяем. Ну, халешие, конечно, чтобы не спущенные были, чтобы не уехать. Фары смотрим, повороты, тормоза, все проверяется. И только после этого, ну, после врача, мы выезжаем на линию. А у врача что проверяют? Да, давление, ну, жалобы, если есть. И, ну, все сопутствующие, ну, это уже врач и сам решает. Если есть какие-то претензии, он быстро принимает решение. А сколько, сколько вообще часов длится работа? Ну, с 8 до 8 дневная смена. А вечером тоже с 8 вечера до 8 утра вторая смена. Жалобы на технику есть, не какие? Не, ну, техника сами, как видите, новенькая, в принципе. Меняют в этом предприятии, подсвежают. Поэтому жалоб, по большому счету, нет. Сколько рейсов в день приходится делать? В зависимости от расстояния. Какой промежуток, участок работы. Ну, по-разному бывает. От 5 до 10 и выше. Ну, поехали с вами. Да, пожалуйста. Геннадий Александрович, мы выехали на линию. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то специальные приспособления? Что-то сами придумывали? Ну, в принципе, да. Там в зависимости от, какие работают, предстоит выполнять. У нас, потому что не только, допустим, уборка снега. Допустим, где-то тротуар сломанный надо подремонтировать. Мы это тоже выполняем эти работы. Провалы бывают. Сами знаете, в Якутии у нас хватает этих всяких ситуаций нештатных. Приходится где-то, допустим, остановка что-то сломана. Мы тоже не брезгуем, это делаем, устраняем. Где-то там, если можно, шурупове там что-то прикрутить и лавочки. Это мы тоже делаем. Где-то знак отвалился, где-то еще что-то. А вообще в вашей практике были ли какие-нибудь интересные случаи, потому что все якутияне в лютые морозы привыкли друг другу помогать? Да, 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 да. Очень много, очень таких бывают ситуаций. Допустим, мы вот убирали на Ярославского, на улице, возле городского суда. Там подскажется, девушка упала. Ну, казалось бы, упала, да упала. Что-то пришлось помочь, подняли, отнесли на лавочку и вызвали скорую, ждали, пока скорая не приехала, пока не убедились, что действительно она нужна, помощь. И, как говорится, и девушке помогли, и самим как-то поспокойнее уже. Ну, вот у нас тут маленькая приспособа наша, чтобы направлено теплый воздух, обдув шел в определенное место. Вот он помогает. Единственное, что наших коллег по России, когда мы ехали, мы ставили вторые стекла. Вот это их очень сильно удивляло. Когда мы уже оттуда машины гнали, они очень удивлялись. Зачем вам вторые стекла? Ну, вот это действительно, да, был такой случай. А вот это их удивляет. Они никак не могли представить, что тут так настолько все сурово с погодой. Скажем, нужно убрать снег от какой-то улицы. Как это происходит? Это задание нам поступает от отдела благоустройства. Диспетчерам. Диспетчера уже выписывают путевку, где в путевке уже все написано, где мы будем работать и какими будем заниматься проблемами. Сейчас как раз вот на этот участок едем, где надо убрать. А если вот вы едете и смотрите, там кучки снега лежат неупранные, вы как-то реагируете? Нет, это, как правило, тоже отдел благоустройства. Они нам дополнительно делают звонки, где надо срочно это сделать, убрать, устранить. То мы, конечно, делаем. Если, допустим, да-да, вот техника, вот это подготовка вот сейчас идет на данный момент. А сзади уже идет уборочная машина, которая уже ведет основную погрузку. Давайте вернемся к технике. А что она предпочитает? Экстремальные морозы в наших условиях? Очень большое требование к топливу, потому что на морозы, где уже к 50 градусам, не все топливо выдерживай. Только арктического свойства топлива может помочь в наших условиях. Уже, как говорится, мы горький опыт имеем, и можно просто замерзнуть. Только специальные масла, потому что в мосты тоже, как говорится, замерзает топливо. Ну и охлаждающие жидкости, антифриз, да, 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 совершенно верно. Потому что все-таки действительно у нас погодные условия очень суровые. Надо быть к этим неожиданностям готовым всегда. Сколько лет уже работаешь? Постоянно в ангидиарте. Хасмонек техника варить. Как работает она свежая в воздухе? Да, вообще нормально. Где-нибудь погреться-то бывает у вас? Бывает. На погрузках мы работаем. Где погрузки, да, в кармашках, магазинах. Иногда машина подъезжает наша. Днем садимся. А смена у вас сколько длится? С 8 до 6. Погрузка. Не холодно? Нет, не холодно, жарко. Физический труд. А минут 50 как? Да, нормально. Нормально. Мы же привыкли мы работать. Мы морозы не боимся. Сколько вообще по времени обычно занимает погрузка? Вот сейчас нас грузил снегово-уборочный комбайн. Погрузка идет минут 15. Новый, быстро работает, да. Погрузка много времени не занимает. Больше времени, конечно, доставка до полигона, выгрузки. Потому что в городе пробки, приходится через пробки пробиваться. И тут немножко подольше выходит времени. А вот комбайн почему называют ручки? А, золотые ручки? А, они действительно золотые. А вы сами представьте, как вот Чайковская улица на данный момент, да? Она узкая, неудобно тут не размахнуться, не развернуться. А она творит чудеса. Грузит быстрее, чем, допустим, фронтальный погрузчик. Ему было бы неудобно и нам встать. И самая удобная техника, да, для наших условий, для Якутии, для Якутска. А вообще бывало так, чтобы ребята сами грузили? Было, да. А остановщики, вот, они, бывало, сами грузят, сами вот остановку убирают. И сколько это занимает времени? Ну, вот, допустим, на остановке, его же надо вырубить, этот снег, наст. Да, часу иногда уходило на одну остановку, да. Они же вот есть на центральных улицах, большие остановки по площадям, по квадратам. Там, да, там времени, ну, 40 минут максимум. Сейчас, как происходит, там нужно получить какое-то разрешение или что? Нет, разрешение не требуется. Разгрузка тут бесплатная. Ну, так как это наше предприятие, который надлежит разрушенный полигон, то мы заезжаем без проблем. Разгружаемся только при выходе мы уже делаем отметку. Тут под наблюдением все территории. Ну, в этом году он поменьше стал, полигон. Ну, меньше он не стал, просто высоту, высоту, высоту. Первый этаж уже, видите, подняли. Это вот первый слой пошел у нас. Так скажем, тот год. Он весь здесь уже. И вот так, вон, как домик строится, вот сверху его утрамбовывают. Да, да, да. Вот сверху идет подготовка, заливка, да, проливка идет водой, чтобы он держал воду. Ну, вот, разгрузка произошла сейчас. На данный момент первый рейс мы сделали с вами. Сами видели, как это все вот у нас происходит, процедура. Видели, как произошла загрузка, выброска. А теперь отмечаемся в диспетчерстве и едем дальше в следующем рейсе. Далее Владимирович, расскажите, пожалуйста, сколько в сутки поступает снега? В сутки и Кутерстрой завозим 2,5 тысячи кубометров снега. Может и больше завозить. Около 3 тысячи завозим еще. 2,5-3 тысячи кубометров за сутки мы завозим. И Кутерстрой. Вообще, какая тенденция по снегу? На данный момент сейчас в общей сложности сюда заходит около 50 машин. Это со всего города. Кубаш разные машины. 30-10 кубовые. Но будет больше. Сейчас начнется в феврале месячник по вывозке снега. Будет очень машин. Где-то 80-90. Около 100 машин за сутки будет находиться. Может больше. Работа только началась? Ну да, грубо говоря, да. Работа началась. Полигон работает круглосуточно. Бульдозер у меня постоянно работает. Сутками водовозки. Заливают. Там на нем все заливают, чтобы машина не проваривалась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова